Ой, не будите меня, молодую, до утра в рано на сале. Эй, ой, ой, до утра в рано на сале. Юбилейный концерт артисты готовят с особым пиететом. Шутка ли, 30 лет на сцене. И при этом Вереску не просто удается держаться на плаву. Он по-прежнему один из самых любимых и востребованных творческих коллективов не только в Выборгском районе и области. Слава о нем гремит по всей России и за ее пределами. Ансамбль гордится своей богатой географией гастролей. США и Канада, Швейцария и Германия, Италия, Франция, Испания, Польша, Норвегия и Швеция. Но всегда приятно возвращаться домой. Туда, где ждут родные, где самый благодарный и преданный зритель. Именно ему в первую очередь будет показана новая программа. Ну а секрет успеха Вереска очень прост. Коллектив всегда в творческом поиске. Сегодня в группу единомышленников лились молодые профессиональные голоса. Но основной костяк по-прежнему в строю, по-прежнему молод душою. Мое, потому что это сейчас все. Что я уже, так сказать, во всем этом за 30 лет уже начал разбираться. Усталости нет? Да нет. Ну а какая усталость? Это всю жизнь. Без нее уже скучно. Денек-другой выходные, допустим, бывают. И уже... Ну ладно, здесь внуки как-то можно позаниматься и с внуками, и увидеться. Вот. А там уже все это. Это молодость. Организовала ансамбль и успешно руководит им все 30 лет заслуженный работник культуры России Елена Любицкая. В выборском культурном сообществе ее называют «человеком с божьей искрой». Мы говорим «вереск», подразумеваем «любицкую». Мы говорим «любицкое», подразумеваем «вереск». И это действительно так. Потому что Елена Сергеевна очень талантливый, очень яркий человек. А это большая-большая редкость в наше время. Сегодня руководитель учреждения должен быть и хорошим специалистом, и хорошо разбираться в структуре работы учреждения, иметь авторитет в коллективе, обладать хорошими организаторскими способностями. И кроме того, руководитель должен быть очень хорошим психологом. У Елены Сергеевны блестящая команда, и она не боится опираться на мнения своих специалистов. «Вереск» сегодня – это целый этнокультурный комплекс. Детские ансамбли «Звонки и гусельки» и «Вересок», молодежный коллектив «Канрова», театральная студия «Сказка» – сюда приходят неравнодушные к русским традициям выборжцы от мала до велика. Но образующим и весьма крепким звеном в «Вересковом венке» все же по-прежнему остается фольклорный ансамбль. Сюда на зрителя, смотрите, вот на зрителя. Можно тайм-аут? Основная задача, чтобы наша русская песня, она не исчезла, чтобы знали о нашей песне, наши потомки, чтобы дети любили и понимали то, о чем мы поем. Потому что русская песня, русский фольклор – это национальное достояние каждой страны и в любой стране трепетно относится к этому виду искусства. Оно отличается среди классического эстрадного искусства. Поэтому сохранить вот истоки, сохранить традиции русского фольклора – это задача нашего коллектива. Но пока мы с ней справляемся. Наталья Березовская, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город».